с вами николай пивненко в проекте дата сегодня 26 июня международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом история этой борьбы то есть борьбы с распространением наркотиков или по крайней мере попыток как-то контролировать их оборот насчитывает уже более 100 лет феврале 1909 года участники шанхайской опиумной комиссии участие в работе который принимала 13 стран том числе и россия пытались найти пути ограничения ввоза наркотиков из азиатских стран и сегодня спустя более века правоохранительные органы к сожалению далеки от решения этой проблемы все зависит от каждого из нас также сегодня международный день в поддержку жертв пыток с точки зрения международного права применение пыток является грубым нарушением прав человека и не может быть оправдана никакими обстоятельствами у родившихся в 1898 году появляется на свет вилле messerschmidt немецкий авиаконструктор его имя конечно у нас ассоциируется прежде всего с трагедией войны во вторую мировую модернизированный самолет мессершмитта стал основным истребителем вооруженных сил германии послевоенные годы авиаконструктор переключился на создание трех и четырехколесных микро малолитражек 1902 год уильям лир рождается американский инженер самоучка который основал первую авиакомпанию по производству небольших и недорогих самолетов бизнес-класса для частных лиц и самое главное осчастливший человечество первым автомобильным радиоприемником и автопилотом в 1927 году родился кинорежиссер владимир мотыль поставивший едва ли не главный советский кинохит белое солнце пустыли а также полюбившуюся зрителям звезду пленительного счастья и добрую чуть ироничную комедию о войне женя женечка и катюша 1930 год день рождения словамира мрожика польского драматурга прозаика сатирика 63 года в эмиграции дебютировал в начале 50-х годов как автор сатирических рассказов мировую известность принесли словамиру мрожику параболические драмы танго иммигранты любовь к крыму в которых автор в русле гротеска рассматривает взаимоотношения личности и общества пьесы мрожика ставят театры всего мира иногда можно сказать что его пьесы скажем так не для всех 1944 год день рождения геннадий зюганова председателя кпрф лидера ее фракции в госдуме претендента на пост президента страны вырос он семье потомственных учителей сам многие годы преподавал математику и философию карьера как политического деятеля началась после создания коммунистической партии рсфср в 1990 году одним из инициаторов создания которой он собственно говоря и был события дня 1925 год премьера в голливуде фильма чарли чаплина золотая лихорадка единственный немой комедии мастера сняты по заранее готовому сценарию на один съемочный день специально были наняты две с половиной тысячи бродяг которые сыграли золотоискателей альберт энштейн пишет чаплину в письме ваш фильм золотая лихорадка понятен всем мире и вы непременно станете великим человеком энштейн на этот чаплин отвечает так я вами восхищаюсь еще больше вашу теорию относительности никто в мире не понимает а вы все-таки стали великим человеком чаплин 26 июня 1940 год указ президиума верховного совета ссср стране вводится 8 часовой рабочий день согласно этому документу семидневная рабочая неделя и уголовная ответственность за опоздание на работу внимание более 21 минуты а в 1945 году советском союзе учреждается звание генералиссимус советского союза первым и единственным обладателем его будет иосиф сталин до этого в до советской россии звания то давали то отбирали но в итоге официально генералиссимусами можно назвать пожалуй еще троих это воевода алексей шейн александр меньшуков всем нам с вами известны и александр суворов тоже всем нам хорошо знакомый 26 июня 1953 год лаврентий берия арестован по обвинению в измене родине форме шпионажа и заговоре с целью захвата власти 23 декабря 53 того же года расстрелян по приговору специального судебного присутствия верховного суда ссср что было на самом деле так до конца неясно никита хрущев рассказывал что арестовали берию прямо во время заседания сын лаврентия палыча считает что при аресте берии он и его охрана оказали сопротивление были убиты но происходило это дома у лаврентия палыча еще много говорили что чуть ли не жуков руководил всем этим процессом а самого берию скрутили в ковер привезли в военную тюрьму если такие специалисты которые утверждают что досудебный расстрел произошел в бункере почти сразу после ареста в кремле а еще некоторые уверяют что берии как-то удалось не попасть в ловушку подготовленного против него заговора или даже уйти из-под уже случившегося ареста и скрыться где в латинской америке в любом случае для реального берии этот день судя по всему стал знаковым 26 июня 1977 года элвис пресли последний раз выступает перед зрителями концерт в индианаполисе завершает целую серию выступлений короля рок-н-ролла после концерта элвис возвращается в грейсленд и полтора месяца не делать ничего начало следующих гастролей намечены на 17 августа но накануне пресли потерял сознание в ванной комнате и умер в возрасте 42 лет а 11 миллионов американцев до сих пор считают что элвис пресли жив ну и последнее в 2002 году в этот день в мире появился ботч рвф 260 602 так художник вячеслав воронин и реставратор графики марина фролова решили назвать своего ребенка родившегося в этот день москве код расшифровывается просто биологический объект человека рода ворониных фроловых рожденный 26 июня 2002 года мужчина специально называет так ребенка чтобы имя было уникальным в мире российских документов у мальчика нет свидетельство рождения паспорт ему выдает международная организация всемирное правительство граждан мира забавно но другие родители пытаются периодически называть своих детей самыми разными именами и вариантами князь космос ветер воля дельфин каспер ненаглядный саммерсет оушен господин принцесса анжелина забава эрос харизма ланцелот лексус фантазии даже миссия кстати 1 мая 2017 года президент россии подписал закон запрещающий регистрировать имена людей которые содержат цифры и символы а как назовете своего ребенка вы с вами был николай пивненко в проекте дата